итак мы на выставке акватер москва 2021 строим камин и довольно таки серьезный этап у нас строительство корпуса из силиката кальция для этой конструкции мы выбрали толщину материала 4 сантиметра и соответственно уже смогли построить нижнюю часть в которой предусмотрели отверстие для вентиляционной решетки через эту решетку холодный воздух у нас будет попадать в корпус камина нагреваться от стен каминной топки и выходить через верхнюю решетку уже в нагретом состоянии что позволит вам очень быстро получить тепло ваше помещение мы закрываем сейчас последний лист разумеется так как у нас все это происходит прямо на выставке мы имеем ряд технических ограничений поэтому не можем закрыть контур полностью но основная часть которую завтра будем штукатурить у нас получится обратите внимание вот на этот элемент для чего он нужен когда у нас устанавливается финальный лист вот таким образом для того чтобы это соединение было надежным и крепким мы не просто проклеиваем его в торце а делаем так называемый адаптер который фиксируется с двух сторон и таким образом создается определенный каркас прочности в реальных условиях безусловно все швы в конструкция дополнительно проходятся термостойкой мастикой и скрепляются саморезами мы будем лишь скреплять саморезами лист выставляем всегда таким образом чтобы между силикатом и стальной рамкой каминной топки у нас был зазор для чего это нужно как я говорил ранее у каждого материала есть свой коэффициент температурного расширения и устали он гораздо выше нежели у силиката кальция силиката кальция можно вообще считать что его грубо говоря нет так вот когда вы начнете топить ваш камин у вас начнет разогреваться металл он начнет расширяться и если вы сделаете силикат кальция примыкания вплотную к металлу то возможно небольшие повреждения то есть тут начнут что-то подкрашиваться и так далее для того чтобы этого не было мы всегда оставляем зазор как делать этот зазор проще всего берем тонкую картонку там миллиметра два три укладываем ее по периметру нашей рамы к картонке прислоняем силикат кальция монтируем а после того как у нас корпус монтирован мы ее просто удаляем и таким образом получаем вот тот необходимый технологический зазор который нам нужен можете не переживать по поводу внешнего вида так как все эти зазоры разумеется будут скрыты на стадии финишной облицовки опять же когда монтируете корпус и скручиваете его саморезами не перекручивайте саморезы для того чтобы у вас держалась то есть достаточно просто прихватить можете взять обрезки и потренироваться какое мы оптимальное усилие можно выставить на шуруповерте для того чтобы вам не думать о том когда нужно остановиться и последний штрих мы закрепляем саморезы в наш так называемый адаптер на втором листе корпус камина будем считать у нас готовы осталось только положить верхнюю крышку который также закрепим на саморезы вот здесь поскольку у нас вы камин строится на выставке акватерм у нас не закрыт контуры соответственно вы видите что жесткости практически нет разумеется если мы камин полностью закрываем это жестко становится выше но бывают такие ситуации когда у нас высокие корпуса либо они слишком длинные и в любом случае но не хватает определенной жесткости в корпусе вот для того чтобы не делать лишнего там не делать какие-то дополнительные контуры что в этих ситуациях можно сделать можно взять просто какие-то обрезки и поставить условную распорку внутри корпуса я сейчас не буду туда пускать упирявшую заднюю стенку сделать распорку между передней и задней стенкой если мы это вставим то есть обрежем вот это вот непосредственно распорку по необходимой нам длине и поставим внутрь понимаете что это создаст абсолютную жесткость корпуса никаких проблем с дальнейшим монтажем дальнейшей эксплуатации не будет просто имейте это ввиду сейчас же мы закроем корпус камина крышкой и таким образом зафиксировав крышку мы также создадим определенную жесткость для нашего корпуса который будет вполне достаточно итак корпус у нас готов посмотрите как он стал жесткий ну конечно идеально но надо понимать что там ничего не закрыто то есть это весьма надежная конструкция следующим этапом мы будем штукатурить его и поэтому нам нужно его загрунтовать а также мы зашпатлюем вот эти вот моменты для того чтобы ребятам которые будут это все штукатурить было гораздо проще